И всем привет, ребят, с вами Страбанька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен той самой тематике, которой мы уже супер долго не записывали и не обращали внимания. Сегодня мы поговорим о наших замечательных рейтингах, и перед тем, как я начну говорить о знаменательном числе, который вы уже можете видеть на своих экранах, и, ну, вообще, знаменательной дате, как по мне, я скажу одну простую вещь, это если вы хотели бы видеть в будущем больше видосов по рейтингам, то обязательно поддержите данный видос лайком. Ну, а сегодня мы, как вы видите уже на своих экранах, будем говорить о том самом человеке, который добрался уже до 600-й легенды в нашей игре. Это Борис4311. Не помню, честно, когда я последний раз записывал видос с Бориса 500-й легендой, может быть, прошло с того времени месяца 2-3, если что, можете написать в комментариях, будет интересно даже мне самому узнать, когда я записывал подобного рода видеоролик, но этот день настал, Борис 600-я легенда в нашей игре, и такие даты, и такие безумные числа я, конечно же, не могу пропускать из виду и не могу не обсуждать. С Борисом в последнее время в матчмейкинге я начал встречаться в боях довольно-таки много. Это, если кто вдруг не знает, самая большая легенда в игре, да? То есть не надо, пожалуйста, в комментариях писать, что там есть больше легенда, там у кого-то есть супер-большая, больше тысячи. Чисто своими силами это самая большая легенда, которая есть в нашей замечательной игре. И это на сегодняшний день 600-я легенда у Бориса4311. В последнее время Борис очень много играет на Викинга и Зидии, и в связи с тем, что в матчмейкинге у нас стало не такое большое количество боев, как я уже сказал, встречаться с ним стало в матчмейкинге намного чаще, и плюс Борис все лучше и лучше показывает себя в рамках боев, да? То есть если раньше бывало такие моменты, когда он выходил, да, то есть искал более слабого противника, то в последнее время мы пересекаемся, где-то он даже бэмсит помогает, наваливает контентику и работает на победочку. Если раньше его любимое вооружение было Викинга-Магнум, то сейчас Магнум немножко занерфили, плюс эта пушка стала более актуальной под подбор резистов, можно даже, наверное, так сказать. А Зида с Памперизмом это та пушка, которая супер сбалансирована и находится в балансе уже на протяжении долгого времени, и ее никто еще не делает, и практически никто на ней не играет. То есть резистов от Зиды нету, можно спокойно брать и набирать большое количество очков, что как раз-таки Борис и демонстрирует, и не только очков, но и опыта. За предыдущую неделю, например, Борис сумел набить 750 тысяч опыта и заработать миллион двести кристаллов. Я, честно, не знаю, какое это было место, но, скорее всего, скорее всего, это было топ-1, топ-2 по недельным зачетам. Ну и человек продолжает играть в нашу игру и продолжает делать все больше и больше отрыв. Также сегодня мы еще заглянем на профиль игрока, который преследует Бориса, и это один из немногих, кто продолжает гнаться также по легендам помимо Бориса, да, потому что до этого вы знаете, что у нас также очень быстро набивал легенды Миша Иммортал Херудов и Тёма. King of TP, который был раньше, сейчас у нее никнейм Тёма, да. Но что один, что второй, сейчас заинтересованы в других вещах, да, то есть если у Миши это YouTube-канал, стриминг там и все в этом духе, то Тёма просто в последнее время не играет в нашу игру, да, то есть и у нас остается всего лишь два танкистов, которые супер жестко летят по кристаллам. Ой, по кристаллам говорю, по опыту. Дальше из интересного, что у нас поменялось за пару месяцев у Бориса в рейтинге, наверное, даже я и не знаю, да, то есть тут все железно стабильно. Единственное, что в последнее время Борис всё чаще и чаще начал играть в режиме штурм. Раньше, если я не ошибаюсь, то это был Джиггернаут и ЦП, да, вы видите здесь по набитому сейчас. В штурме, по крайней мере, я крайне часто его там встречаю, да, то есть на Вика и Зитке. С Лавкачо, да, я один раз когда скатал, думал, что он играет на Кризисе, но на самом деле это оказался Лавкач, да, просто он там на Нитре летел. Я такой думаю, что с Кризисом, с Вика и Зиной, потом хоп, смотрю, с Лавкачом, неплохо получается у него и первые места тоже занимаются. По прожатой расходке и другим вещам, наверное, говорить нечего. Единственное, я бы хотел посмотреть на Броненосца. Да, Броненосец есть у Бориса, то я уж стал переживать, думал, что у него Броненосца нет. Так что как-то так, 274 упает для 600 и легенды, я считаю, что это супер жесткая. Когда-то Борис был в топ 100 еще по эффективности, но сейчас его эффективность уже приближается к 1000, и все связано с тем, что коэффициент уже удержать крайне тяжело, да, если раньше в матчмейкинге можно было делать двоечку коэффициента соотношения опыта к кристаллам и даже больше, то сейчас при неплохой, да, даже, я бы сказал, хорошей игре Бориса, у него соотношение за прошлую неделю полторашка, даже может быть чуть меньше, да, то есть поэтому эффективность при любом раскладе будет падать и падать. Ну и второй человек, про который мы сегодня поговорим, это, конечно же, АСА-01, тот самый игрок, который также продолжает много играть и играть по большей части в режиме АСА-01, у него уже набито в этом режиме более 70 миллионов опыта, и это 549-я легенда, да, то есть разрыв между Борисом и АСА-01, 51 легенда на сегодняшний день. Если сравнить, например, предыдущую неделю по набору опыта, то АСА даже набил чуточку больше, хотя кристаллов набил меньше, чем Борис, то есть Борис более эффективно играет. Ну и, кстати, интересно, по часам? А, ну по часам у Бориса намного больше, да. АСА-01, осадчик, можно так сказать, первого разряда, да, и если в предыдущем видосе, когда я записывал, то у него в осаде здесь было, ну, наверное, миллионов каких? 40-50, да, то сейчас уже это более 70 миллионов, и при наигранных трех тысячах часов иметь 70 миллионов опыта. Я считаю, что это супер много, это супер круто. Ну и, например, для сравнения вы видите контроль точек, но это нужно понимать, что это контроль точек еще вместе со старыми пробитвами, и здесь только 20 миллионов опыта, да, то есть осада, это тот режим, в котором АСА супер много играет, ну и по вооружениям сейчас у него есть определенное разнообразие. По корпусу это практически всегда арес, арес сейчас супер метовый для осады, и АСА это показывает даже своим рейтинговым профилем, на котором видно, что у него набито 1400 почти что часов, и за это время он сумел набить 32,5 миллиона опыта. То есть это тоже очень-очень солидные, хорошие цифры по скорости набирания очков. Но нужно понимать, вернее опыта, нужно понимать, что сейчас-то иксы на выходных довольно-таки большие, да, то есть можно в день при желании набить, ну, наверное, легенды 2 смело, да, можно даже, наверное, если супер жестко запотеть, можно, наверное, даже 3 легенды набить, да. Раньше такой возможности не было от слова совсем, да, сейчас это возможно реализовать, и что АСА, что Борис успешно, быстро поднимаются по легендам, да, и с моей точки зрения осуждать этих людей не за что, да, то есть каждый вправе решать, что ему делать, и если у людей есть такой интерес в набивании легенды продвижения в нашей игре, то я, как человек, который записывает видосы, и когда-то вообще записывал очень много видосов по рейтингам, не могу такие моменты обойти стороной, и, конечно же, обращу на это внимание. Пишите, что вы думаете по поводу 600 легенды Бориса, возможно, у вас есть тоже какие-то дополнительные комментарии, также по поводу АСА можете тоже предположить, сумеет ли АСА догнать Бориса, есть ли у него шанс такой, потому что, ну, с точки зрения сегодняшнего дня и матчмейкинга 50 легенд, это, наверное, не такой большой отрыв, да, то есть 50 легенд, всего лишь 50 легенд, да, то есть, ну, что это есть, да, это, по сути, там, чуть-чуть запотеть больше, и вуаля, ты догнал. Но нужно понимать, что Борис тоже, как бы, не пальцем деланный игрок, и я думаю, что просто так он не сдастся и не дадут себя догнать, потому что уже на протяжении довольно длительного периода времени он занимает первую легенду в нашей игре, да, по именно ее количеству. Пишите, что вы думаете по всему этому поводу, поддерживайте обязательно видеоролик лайком, если вам нравятся видеоролики рейтинговые, и вы хотите их видеть чаще, ну, давайте, например, символическую двухсоточку контентовую наберем, но я для себя пойму, что нам надо ускориться, и нам надо больше записывать видосов по рейтингам, есть различные темы, да, то есть и топы, и безумные интересные аккаунты, да, то есть есть и суперкрутые аккаунты, есть и суперслабые аккаунты, так что тем, связанных с рейтингом в моей голове, ну, наверное, достаточное количество, да, если вам это, конечно, будет интересно, то мы запишем, поэтому поддерживайте видослайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые замечательные видеоролики, ну, а с вами был мистер Ваньков, всем спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока!